Что будет происходить в 165-й серии турецкого сериала «Основание Осман» и в 6-м сезоне в целом? Какие исторические события нам предстоит увидеть и появятся ли на экране персонажи из прежних сезонов? Когда начнется 6-й сезон сериала? Ответы на эти и другие вопросы в нашем видео. Перед тем, как начать, напомним, что в самом конце 5-го сезона Осман создал новое государство. После этого он отправил письма всем тегфурам, находящимся в Анатолии, а также некоторым беям, которые не хотели признавать это событие. В своих сообщениях Осман поставил адресатов перед выбором. Они должны были признать суверенитет Османской империи, в противном случае Осман угрожал им войной. Некоторые тегфуры не стали сопротивляться и признали новое Османское государство. Среди них был и Михаил Косе, которого мы помним по прошлым сезонам, как Михаила Косеса. Он не только стал для Османа соратником по борьбе, но и принял ислам. Однако большая часть византийских тегфуров осталась предана своему императору. После прочтения исторических документов следует полагать, что мы снова можем увидеть Михаэля Косеса. Но будем иметь в виду, что его может сыграть и другой актер. Неподчинившимся тегфурам Осман стал очень сильно досаждать постоянными набегами на сельские угодья. Поскольку войны Османа мешали сбору урожая пшеницы, византийцам угрожали голодные времена. Одним из таких крупных объектов стал город Портникамидия. Для решения проблемы тегфур Бурсы решил объединиться с другими тегфурами. Отметим также, что Осман, как и в прошлых сезонах, будет вести войну на два фронта. Кроме византийцев, с ним будут воевать местные мусульмане, которые не захотели признавать новое государство. В истории чаще всего упоминаются гермиониды. С ними мы уже успели познакомиться в пятом сезоне. В 164 серии в последний раз мы видели Мехмета смертельно раненым. Однако не факт, что этот персонаж покинет сериал. Вероятно, все будет зависеть от того, продлят ли контракт с актером Эмрэдденлером, исполняющим эту роль. Что касается византийцев, то императора Андроникаса сменит его сын Михаил IX. Он начнет собирать многочисленное войско, чтобы сразиться с Османом. В связи с таким напором Осман со своими воинами пока не решится открыто напасть на византийцев. В то же время и императора Михаила начнут отговаривать от нападения на Османа его же военачальники. Тогда Осман продолжит набеги на деревне. В результате многие воины Византии уйдут из армии, чтобы защитить свои дома от разграбления. Армия византийцев, не вступив ни в одно сражение, значительно уменьшится. Тогда Андроникас II, чтобы спасти Никомедию, отправит армию из двух тысяч воинов. Командиром этого войска станет Музалон, с которым мы уже встречались в конце четвертого сезона. В это же время к Осману присоединятся местные жители, которые поверят в его лидерство и могущество. Также присоединятся и многие бывшие пленные византийцы. Битва состоится на равнине Бопей между Никеей и Никомедией. Против византийцев выступит армия Османа в пять тысяч воинов. В результате Музалону придется снова вернуться в Никомедию, а армия Османа дойдет до Игейского моря. После этого Осман попытается расширить свою территорию на юго-запад к Мраморному морю. Также он будет двигаться на север в сторону реки Сакарья. Последним прижизненным завоеванием Османа был город Бурса. Хотя источники утверждают, что в этом сражении он сам не участвовал. Все начнется с осады крепости. Она будет проходить под предводительством Орхана, который прикажет Актимуру и Балабану зажать в кольцо Бурсу с обеих сторон. Из этого следует, что мы можем вновь увидеть Актимура. Также не исключено, что актриса Илды с Чагры Атиксой, исполняющая роль Малхун Хатун, тоже может присоединиться к касту. Многим известно, что Бурак Асчевит уже подписал контракт на шестой сезон. Также руководством сериала и телеканала АТВ было обещано, что после шестого сезона начнется сериал «Оправление Орхана». Премьера 165-й серии сериала «Основание Усман» ожидается в начале октября 2024 года. При этом следует учесть, что на данный момент точная дата неизвестна никому. Скорее всего, это случится 2 октября 2024 года. Это был наш собственный прогноз для канала Турк ТВ. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр.